Всем хайушки, я Квас, и мы с вами продолжаем играть в Снайпер Гост Варьор 3, бетка. Единственное, что я понял из этой игрушки, то что эта игра, так я знаете, как бы её так получше-то назвать, ЛЖИВАЯ ТВАРЬ. Каждый раз, когда мы с вами начинаем заново, по той или иной причине, потому что она выпала, потому что я застрял, потому что ещё какая хрень. Так, тут кто-то есть, вот. Вроде кажется, надо начинать всё сначала, ты даже начинаешь всё сначала, но хрен там. Во-первых, как видите, у нас фиксированный снайперский прицел. Казалось бы, Квас, почему ты не пошёл и не купил новый? Всё очень просто. У меня нет денег. То есть, всё, что я покупал, да, оно как-то... Это... Каким-то образом... Покупалось, да. Но оно не сохранилось. Оно просто купилось. Такой же он не поворотливый. Ещё один. Вот. И, честно говоря, я думаю, если бы это была бы полная версия игры, я бы её хакнул и вообще бы послал бы в задницу всё это дело. Вот. Но я не совсем уверен, что это хоть чуть-чуть спасло ситуацию. Так, хорошо. Смотри, это снайперская позиция. Сейчас мы из этого шваркнем. Вот. И всё, что вот у меня осталось, у меня осталось тысячи две, на которые я смог себе купить бронь. Кстати, лазер на пистолет хоть точка появилась. Вот. И... Всё, в принципе. Остальное так. Этот чувак смотрит прямо на меня. Мне так не нравится. Вот. И... Это фигня какая-то. Я не знаю, почему так. Я понимаю, что это бетка. Я понимаю, это даже называется техническая бетка. То есть, когда такие идиоты, как я, радуются, что наконец-то получили бета-версию игры, а на самом деле оказывается, что их просто подъебали. Так, погоди. Мне кажется. Фунь. Да. Я был прав. Надо было стрелять на одно деление. Фу. Давай-давай, иди сюда. Вон. Очко. Вот я сейчас пройду с тобой. Так. Да, дожди, конечно, прикольно выглядят. Это прикольно, я согласен. Тихо. Но... Но это не исключает те проблемы, которые есть у игры. Это реально проблема, когда... У-у-у-у-у. Братан, тихо. А я его, чё, не видел? Я почему не видел этого противника? Скажите мне. Я вообще никого не езжу. Тоже мне, блин, он вышел, а я так хотел, с благими намерениями, там просто есть, ну вы просите на кнопку, там можно пройти, узнать что-нибудь интересное новое, а хрена, кстати, еще один вопросительный знак, блин, вот эти подгрузки меня просто выносят, ну как это вообще, почему при открытии карты все резко зависает, как такое возможно, я не понимаю. Очень странно, что здесь ездит обычная, как это сказать, обычный транспорт гражданский, при этом на нас никто не реагирует, хотя может быть это действительно как в Far Cry было, там как-то поинтереснее реакция была. ну и как нам забираться, скажи мне, дружи. так, ребята, если вы захотите подняться по лестнице в этой чудесной игрушке, нужно подойти к ней вплотную нажать, нажать пробел, а вот, смотри, лут, электронные части, причем он реально подпрыгивает, зачем-то, видите, он прям прыгает на пол лестницы, зачем, я не понимаю, скажи мне, друг, зачем ты это делаешь. в это, в Dying Light тоже были такие баллончики, с помощью них можно было. А, смотри, этот вопросительный знак, ниже находится. Климтаун. Ты посмотри, что творит тварь, он просто свесился и не там. Ой, господи. Вот ведь чмошника. Так, погоди, давай так. Как у нас... Тихо-тихо. Эй, там не надо. А, как у нас используется керамбит? Он же у нас есть. Так. А, нет, кипорт. Смотрите, тут нет керамбиты. Я вам больше скажу. Здесь нет позиции, вот, supported position, да, это присесть, по-моему, у нас. Здесь нет позиции лечь. То есть, игрушка настолько ограничена, что это просто жесть. Я не понимаю, как они это делают. Все. Нет возможности использовать свой керамбит. Вы понимаете? Нет такой возможности. Я не знаю, как это они так сделали. Ну, потому что мне, например, нужно, я не знаю, ящик пробить, не пробить. Ну, вот, потому что... Ну, вот он, вопросительный знак. Ну, даже вот, наверное. Ну, там-то ничего нет со стенкой. Да, кстати, я забыл сказать вам еще одну прекраснейшую новость. Эмм. Когда вы стреляете из автомата, пистолета и тому подобное, и у этой шняги. Ты издеваешься, что ли? Эмм. Эмм. Есть еще глушитель. То глушитель надо чинить. Ну, вот, наверное, вот, скорее всего, сюда надо подняться как-нибудь. Это сейчас что было? Вот. Эмм. Ломается глушитель, его надо чинить. Как-то он неохотно это всё делает. А, вот он. Эмм. Да, вот тут только присядка есть. Ты, типа, чувак, сорян, но... Эта самая... По-другому никак. Вообще. Не ляжешь. Вот. Ну, я не знаю, насколько это вообще всё правильно и верно. Если это всё-таки какая-то такая тестовая версия. Да, я хочу эту начать. А, я понял, только из дома можно начать. А... Ну, давай домой. Хотя... Хотя, можно же просто пошраёбиться. Во-первых, узнать, как это всё выглядит в реальности. Вот, например, ещё вот сюда зайти. 300 метров всего лишь приезжать. Ну, вот. В принципе, так как я люблю шароёбиться, только таким образом могу понять, действительно ли большая локация или нет. Ну, вот. Да. Ну, вот. 300 метров практически преодолели. Половину преодолели, а этих 300 метров... И как-то понимаю, что, в принципе, в некоторых моментах можно оставить машину задолго до начала миссии. И спокойненько себе... Все этих... Все этих засранцев... Выцелить. Так... Давай, бросим бота. Мне кажется, что-то тут всё-таки не так сделано. Так... Вот один. Вот он, два. Ну, вот их там четыре штуки. Значит, когда белые, получается... Белый треугольничек, значит... А, ну я все, понял, чего... Ну, вот он. Шш... Шш... Ах! Шш... 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 С. Шш... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вроде как Всё Сейчас мы с вами Нажимаем автоматик наш Хотя мы вроде как одного не добили до конца Ну, вот они, думаю Так, хорошо Можно, в принципе, и таким образом собирать патроны Потому что они действительно тоже есть Тридингудс Тридингудс Ну вот, 3500 у нас Механик ПЭЦ Помолимся, дети Приходит, Жаня нас зачем-то убили Ну, в принципе, так То есть, по идее Ну, чуть больше масштабе Мы должны проходить и Все ключевые Точки Вот Но По понятным причинам Мы этого сделать так не сможем Потому что здесь Ну, реально какой-то косяк Что я, блин Это Лазер прям Чёткий Вот Реально косяк Я не знаю, как с этим косяком справиться И я ещё пострелял Из снайперской винтовки Тут мне за это Надо ещё и заплатить За то, что у меня Раздолбалась дырка Господи Я прям как бы Курологу пришёл Нет И мне это не очень нравится Видеокамера Адреналина и так Типа-то фига Картины рисует Молодец Вот И вот Глядя на вот эту Всю шнягу Я Не знаю Как Относиться к полной игре Она хоть и выходит Ну, ещё Ещё пару месяцев Есть у неё Но Я первоначально Хотел взять игру Первоначально хотел Сейчас, честно говоря Не очень тянет Как-то Ну, нет Чё-то с ней Не то Вот Меня реально напрягает То, что она долго Загружается То, что Вот 30 фпс Нажимаем М 1.4 фпс Непонятно, что И вот Это она открылась Вот Я не знаю Что это такое Почему так Должно ли быть так Может быть У меня действительно Компьютер уже слишком слабый Для этого дерьма Но Вот Вот так вот Она реагирует на меня Это игрушка Вот Сейчас узнаем Что такое За красная точка Я так понимаю Её тоже надо Как-то зачистить Может быть Это не активированные Миссии Которые Могут быть Как бы В игре Но У нас нету Потому что У нас тип Пэтка Кажется Что здесь Человек А на самом деле Это тень Это всё Конечно Прикольно И в принципе Обман зрения Это всё Верно Мы всё-таки Как-никак Снупера И нам нужно Время Время Брать Прицел Смотреть Что-то Как Чувак Ты ещё Попробуй Застрянет Тут По карте Тут обозначено Какое-то Место Это Походу Ничего Не значит Что-то На ней Обозначено Вот Было бы Конечно Прикольно Если бы Тут ещё Были бы Животные До этого Конечно Задирало бы Особенно Если бы Какие-нибудь Тигры Были С другой Страна Почему Нет Мне ещё Напрягает Что у меня нет Бинокля По мне Это очень Странно Что его Нет Давай Посмотрим Вот Ещё Один Пятеро Да Где-то Так В принципе Можно Забраться В тунноту Колокольню Почему бы Нет Это очень Хорошо Что он Заговорил Почему-то Только Второй Не Отмечается Настеряй его Вот На третьего Я был не готов Честно говоря На него Я был не готов Подобралась Топор Я слышу Да Вот это Прикольно Иногда Бывает Прикольно Но В принципе Очень жаль Что здесь Мало Патронов Для Снайперки Так Всё Забрали То есть В принципе Вот Смотри Как тут Всё Классно Тут Абсолютно Всё Видно Ребята Абсолютно Фух Аж Глаза Следятся Всё У нас 8 патронов Осталось Понимаете 7 патронов То есть В принципе Мы можем Как бы Издали Используя Стандартные Способы Определения Дальности Вот Но Вот кстати Было 0 метров В секунду А всё равно Пулю Вправо Видели Как Косило Вот По дуге Вправо Но это Возможно Ещё связаны Всё-таки Как там Баллистическая Траектория То есть Она стремится Упасть вниз Из-за Сил притяжения Этим Новым Вот Поэтому Скорее всего Так и есть Ну ладно Прям в ухо ему Посадил Так Полетаем Чё-то Как-то В отчет Докси Бот Мне больше Нравился Вот Если честно Как-то Он мне Больше Доставлял Ну вот Ну а чё Это ж Типа Военный Эти Ни хер На блюде Смотри Тут радио Какое-то Есть У нас Остались Два Пентюха Предлагаю К ним Спуститься Пообщаемся С ними Чё-таки Там Бартаны Чё там Давай Спускайся Чувак Ну вот Да Кстати Вот Смотрите Я сначала Думал Что это Броня А потом Оказалось Эй Фу-фу-фу Вот В правом В нижнем углу Там Где написано Бета Там Есть Сайленсер Это Глушитель Вот И Я там Думал Может быть Уровень Как-то Игры То есть То что Я Тихо Прохожу Там Ещё Что-то Ну нет Ведь это Осталось Пол жизни Нашему Этому Глушителю Вот Здесь Полная И Здесь Полная Ну вот А вот У снайперки Уже Всё Типа До свидоса Нормально Получилось Очень даже Достойно Как мне кажется Покачали Так Это Налина Типа Ты Херарх У нас Да Надо Конечно Быстрый Лут Был бы Вообще В тем На самом деле Так Здесь У нас Двое Влюблённых Для Калаша Патрон То просто Посмотри Что творится Нужно Вообще С одним Теперь Только Калашом Проходить Так Смотри Ка Чё Есть Тут Ну-ка Ну-ка Ща Попробуем Можно ли На этом Кататься Если Можно Ну Если На этом Можно Кататься То Это Будет Эпичненько Блин Да Как Так То Локот Суки Тут Нет Этого Скилла Для Взлома Всё 250 270 Патронов Для Калаша Это Максимум Это Просто Максимальный Максимум Дальше Типа Чё Хочешь То И Делай Но Больше Ты Уже Не Возьмёшь Ну Неплохо Давай Ещё Чё Немать По Основной Миссии Я пока Как видите Не хочу Идти Потому Что Ну Блин Это Реально Какая Жопа Но Зато Зачистили Здесь Смотри Как Красиво Всё Так Я Как Понимаю Это У Нас Этот Давай Сюда Точка Быстрого Перехода Но Мы Пока Так Скалашом Наперелез Да Конечно Печально Что У нас Больше Нет Патронов Для Снайперки И Я Как Понимаю Их Сделать Здесь Как У себя На руках Естественно Не получится Но Зато Запчастей Как Видите Так Без Двадцати Час Ночи А Мы С вами Тут Шараюбимся Так Группа Лесоповал Представляем Это мы поувереннее себя чувствуем Потому что здесь есть Просто лазерный прицел Если бы на Эту На коллаж Тоже может было повесить Лазерный прицел Вообще Цены не было Потому что От бедра Например Стрелять Иногда Приходится Тут Хоть ты Убейся Но Надо А вот А вот Если у тебя Нет прицела Надо Вспомните Как В Deus X Там же Тоже нет Прицела Что у нас Что у нас там Что было Мафия В мафии Тоже не было Прицела Приходилось Привыкать Привыкать Как-то Всегда лучше Конечно Если ты делаешь Какой-то Маневр нападения Лучше Всегда Сверху Действовать С другой С другой С другой С другой С другой С другой Если ты Прячешься От холодного Ветра Лучше Сидеть Внизу Противник должен быть рядом Обыщите периметр Я так и не понял Сколько их там было Вон он Но он меня обходит Там С той стороны Я так понял Хотя нет Опа Олени Тут есть Олени Охренительно Ну если есть То ладно Да ладно Да и пошел ты в жопу Ладно ребята Это была Бетка Снайпер Что-то куда-то Варьер Мать его Честно Она мне не понравилась Потому что Во-первых Она часто вылетает Во-вторых У нее очень много Других багов И Которые невозможно Использовать Даже себе на благо Вот У нее Очень специфическая Физика У нее Очень Много всего Урезано Что не позволяет Действительно Оценить игру У нее Есть Как минусы Так и плюсы В плане АИ То есть Они с одной стороны Тебя не видят Когда ты над ними Но с другой стороны Они видят тебя Когда ты сидишь В каком-нибудь В траве Или еще где-то В общем Много всего Что мне Честно говоря Не понравилось Мне не понравилась Даже картинка Она до сих пор Мутная Хотя я поставил Родное разрешение Вот Так что Не знаю Я еще буду Думать по поводу Игры И покупать ее Полную Или не покупать В любом случае Ребята Оставляйте свои комментарии Может быть Я чего-то Не понял Может быть Это действительно Так должно быть Потому что Это бетка Это техническая Бетка Это не за БТ Не ОБТ Это просто Непонятно что Но по крайней мере Я сейчас Закончу Удалю ее И у меня Освободится 25 гигабайт Свободного места А это Немало Все ребята До следующего раза Покеда